Ну а теперь, почему наша программа начинается СМЕРШ? Я считаю, что наша страна переживает очень серьезный период в своей истории. Мы как-то недооцениваем иногда ту угрозу, которая существует с точки зрения внутренней безопасности. Я часто привожу пример Соединенных Штатов. Еще до недавнего времени эта икона наших либералов казалась оплотом спокойствия, демократии, бог знает что. Вы посмотрите, что сейчас там творится. Казалось бы, в одном взятом городе какие-то могут быть беспорядки. И все, нет. Беспорядки распространены на всю страну. И вся эта мощь, мощь спецслужб в Соединенных Штатах, 17 спецслужб, чего только стоит Министерство внутренней безопасности, созданное после 11 сентября 2001 года. Что стоит Федеральное бюро расследования? Национальная гвардия, полиция, не говорю, которые же щемовали и вообще превратили бог знает что, не могут справиться с ситуацией. Уже отдельные анклавы какие-то объявляют о том, что они полуавтономны и не подчиняются национальным властям. Уже дошло до того, что Байден, претендент на пост президента Демократической партии, ну прямо выставляет ультиматум. Если через 5 месяцев, когда у них начинаются президентские выборы, Трамп вдруг не захочет уйти из Белого дома и скажет, что это изфальсифицирует выборы, или еще по каким-то причинам, они применят вооруженные силы, то есть угрожают военным переворотам. А вот теперь представьте, что будет, если Трамп вдруг хотя бы из инстинкта самосохранения тоже будет обращаться вооруженным силам, найдет каких-то наших сторонников, наконец подключит военно-частных компаний, которые очень мощно представляют прослойку силовую в Соединенных Штатах, используют недовольствие полицейских, честных полицейских, которые исполняют в основном свои обязанности. Национальные гвардии, которые уничтожают, что будет в Соединенных Штатах? Гражданская война? А кто мог бы месяц, полтора-два назад подумать? Да никто. Поэтому когда мне говорят, да все будет нормально, я не, я так не считаю. Я считаю, что в стране должен править закон. Я за критику власти. Я считаю, критиковать ее надо, но критиковать это одно, а призывать к насильственному свержению законной конституционной власти это другое. К сожалению, это у нас происходит. Если вы думаете, что я это все придумаю, надеюсь, нам сейчас покажут отдельные фрагменты, посмотрите, как человек прямо в эфире, прямо призывает, это эхо Москвы, да, к насильственному свержению власти. Покажите, пожалуйста. Они хотят оставить голодными там 60 миллионов человек. Такую власть нужно точно свергать прямо сейчас. Вполне вероятно, даже насильственным образом. Ой-ой-ой, вы не призываете, вы просто рассуждаете. Слушайте, если они сейчас говорят о том, что, вы знаете, ну вот Навальный приобретет себе какие-то политические очки, потому что он предлагал, поэтому черт с ним, пусть они сидят голодные, но тогда такую власть вообще, она заслуживает самого худшего обращения. Спасибо. Значит, ну давайте, это что-то такое. В открытом эфире радиостанция, которая слушает там большое количество людей, человек призвал к насильственному свержению власти. Слушайте, тут не надо ничего придумывать, ничего выдумывать. Не надо, это уголовно наказуемое дело. Я, мне все равно, какие он там расследования проводит, что он там проводит, но он призвал к насильственному свержению свержения власти. Вы можете представить, к чему это приведет? Да? Это просто трагедия. Ведь вся беда наша, мы до сих пор, до сих пор никак не можем сказать правду, к чему пришло уничтожение советского государства, да? И вот этот же человек, он, как правило, с этой же радиостанцией абсолютно уверенно, как и его некие корреки, я надеюсь, несколько позже нам покажет Валерий Соловья, нас убеждает, что ничего страшного не произойдет. Ну снесем власть так, да? Ну там, может быть, да, покажите, 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 пожалуйста, как он, этот деятель думает, что у нас может произойти. ...которую вы всегда слышите от власти, от провластных агитаторов в адрес любой революции. Революция нелегитимна. Главная претензия, которую вы слышите в адрес украинской революции, какая? Ну как это они посмели свергнуть законно избранную власть? А вот взяли и посмели. А знаете почему? Потому что в Конституции Украины, в Конституции практически всех стран и Российской Федерации заложен принцип, позволяющий это сделать. ...выступить с революцией. Кто источник власти в России? Да, 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 давайте, да, спасибо. Как недавно господин Володин объяснил. Он напомнил, что источник власти в России народ. В Конституции записано многонациональный народ Российской Федерации. В Конституциях других стран записана аналогичная, заложена аналогичная формула. Так вот, народ имеет право реализовать свою политическую волю непосредственно, не нуждаясь ни в каких институтах, если он считает, что эти институты устанавливают тиранию, деспатию и нарушают справедливость. В конце концов, есть и международные документы, которые то же самое содержат такой же принцип. О праве народа на выступление. В этом смысле, если источником власти является народ, любая революция легитимна. Ну что, что можно сказать про это? У нас был вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос, потом я продолжим. Слушаю вас. Алло. Алло. Слушаю. Да, да. Семер Акадьевич, вы слышите, да? Я. Да, конечно, да, говорите. Да, 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 Семер Акадьевич, Зеленоград, Москва вас беспокоит? Да, да. Алло. Да. Слушаю, слушаю вас. Меня зовут Илья, да, да, меня зовут Илья, Семер Акадьевич. Такой вопрос. Огромное вам спасибо. Смотрим годами Соловьева, ему привет, Владимиру. Зеленоград вас смотрит. Смотрим мы вас в выступлении, великолепно просто. Семер Акадьевич. Спасибо. Мне такой вопрос, вы знаете, я больше 40 лет исследую, пытаюсь выяснить трагедию Евпатории 1941-1944 года, оккупацию. Еще живы евпаторийцы, которые помнят, какой ужас наводил на евпаторийцев некая немецкая сволочь по фамилии Елена Босжуковская, гестаповка и... Я понял, давайте вопрос, у нас мало времени, вопрос, давайте. Да, могли бы вы как-нибудь, я оставлю ваш свой телефон вам или редакции, чтобы помогли хотя бы по архивам полазить, выяснить судьбу этой сволочки. Оставьте, оставьте редакцию. Очень многие, очень многие, очень многие евпаторицы... У нас, я понял, у нас, к сожалению, мало времени, да, я вас очень прошу, давайте по теме, да, конкретно по теме, задавайте вопросы, любые вопросы, я еще раз напоминаю, наш телефон 8-495-149-39-39. Звоните. Значит, и вы сейчас слышали, да, вы слышали одно и второго. Вам говорят, революция-то нормально, где уж господин Соловей там нашел, значит, в Конституции, что можно приводить к революции, в каких странах уж нас точно нет, да? Слушайте, ну это провокация. Давайте я вам объясню, к чему приводит революция. Мы что, забыли, что ли? Вот вам эти два деятеля внушают, что надо к революции прийти и так далее. Революция 17-го года, в февраль 17-го года, в октябрь 17-го года и последствия пришли к гражданской войне. Только по официальным данным, хотя эти данные, как всегда, занижены. В период с 1818 года по 1823 года было убито в ходе гражданской войны, как последствия революции 17-го года, свыше 11 миллионов человек. 3 миллиона, 3 миллиона были беженцами. На самом деле, гражданская война не кончилась с 23-го года, средняя война продолжалась до конца 30-х годов, во многих регионах страны также продолжалась. То есть речь идет о десятках миллионов убиенных. Это что? Это вот тоже там нас внушали все эти революционеры в феврале или в октябре 17-го года, что все будет хорошо, значит, божье царство воцарится на земле, и в России все шикарно заживут. Зажили. Я уж не говорю о том, что страна-победитель, которая потеряла миллион семьсот тысяч человек в Первой мировой войне, оказалась в качестве побежденной. То есть все плоды ее отдали Англии и Франции, которые считали себя единственными побежденными. И даже часть своих, значит, то, что должно было отойти ей, или даже отдали, значит, побежденной стране Турции. Слушайте, вот вам революция. Следствия революции были репрессии 30-х годов, как следствие борьбы за власть. Когда приходят все эти Навальные, Соловьи и так далее власть, потом они начинают делить между собой власть. Вот это самое произошло в 20-х и особенно в 30-х годах, после чего были вот эти репрессии, которые очень сильно отразились на нашей экономике, стабильности, да и на начальном периоде начала Великой Отечественной войны. Это положительный опыт. Это нужна революция. Август 91-го года. Мы до сих пор не оценили, что это произошло. Нам на полном серьезе один и второй, третий и так далее убеждают, что это была бархатная революция. Я уже не хочу просить, чтобы еще раз ставили слова некоторых из этих деятелей. Какая она была, бархатная революция? Мы до сих пор, у нас нет официальных документов, где бы была показана трагедия, которая постигла весь советский народ. А Советский Союз – это большая, великая Россия. По моим подсчетам приблизительно погибло с 250 до 300 тысяч человек, было убито в разных различных, значит, протоубийственных войнах. Это страшная цифра. Это страшная цифра. Было потеряно. Сколько было потеряно территорий? Одна треть. Это что вам, ливерная колбаса, что ли, одна треть? Была потеряна огромная часть территории Советского Союза, которую сейчас взяли под свой контроль ту же Украину, превратив ее протекторат свой. Соединенные Штаты Америки и многие другие государства ныне делят то, что было вложено огромный труд российских людей, русских людей во время Российской империи, советских людей. Огромное количество было потеряно промышленных предприятий, военно-промышленных комплексов. Обороноспособность рухнула. Рухнула на порядок. На моих глазах все это происходило. Уничтожение техники, выводимое, значит, с Восточной Европы. Роспуск солдат, чистое поле поселения солдат. Ужас, ужас, ужасов. Падение нашего рейтинга на международной арене, как незаподлинное независимое государство. По сути превратившихся в 90-х годах протекторация в Штатах, когда ничего не решалось без ведомства США. Это бескромная революция. Это так вот хорошо. Вы думаете, что будет иначе? Да нет, вы очень сильно ошибаетесь. Я гарантированно вам говорю, это будет даже хуже, чем было произошло после распада СССР. Потому что сейчас, хорошо это или плохо, составилась частная собственность и появились частные собственники. Каждый будет защищать, кроме всего это. И это тоже. А это усугубит ситуацию по сравнению с тем, что было после развала СССР. Значит, это приведет к кровопролитию, схожей. К кровопролитию, которая была в 2017 году. Они что, не понимают, эти люди? Они что, настолько безграмотные, что ли? Они понимают, что будут миллионы жертв. И что страны ничего не останется. Просто воплотится в жизнь то, что мечтали на некоторых Соединенных Штатах. Восемь-девять независимых государств на территории России, так называемых независимых. Потому что, понятное дело, они будут управляться из Вашингтона. Они не будут представлять вообще себя никакой силы. Ничего. А, конечно, ничего не знает, что Соединенные Штаты в открытой декларируют возможность распада России. И там многие это обсуждают. И вот в этом контексте мне очень интересно было прочитать интервью секторя Совета Безопасности Российской Федерации, Патрушева Николая Платоныча, который совершенно верно сказал, что Соединенные Штаты не скрывают в своих планах по отношению к России и заинтересованы дестабилизацией ситуации в России, что автоматически приведет к ее развалу. И тем последствиям, о котором я сейчас говорил. Он говорит, что 2015-го, по 2019-й год было затрачено 4 миллиарда рублей. Плюс помните, что Соединенные Штаты, у них есть фонд демократический, как он, преобразование, или как там, 1 миллиард долларов. Это деньги идут сюда. Кому они идут? Ну как вы думаете, кому они идут? Кто эти люди? Кому они идут? Ну вот сейчас двоих видели. Прекрасно видели. И таких много. Да, пожалуйста, пожалуйста, даже, пожалуйста. Задавайте вопросы. Да, задавайте. Задавайте, у нас времени мало. Да, да, слушаю вас. Семен Аркадьевич, здравствуй, товарищ полковник. Добрый день, добрый день. Задавайте вопросы. Пожалуйста, у вас командир штурмовой группы спецназа, Александр, фамилию не буду озвучивать, капитан. А ничего. На пенсии уже. Семен Аркадьевич, это невыносимо. Я вам говорю, вчера, вот, не вчера, а в прошлом году, вот это, когда оппозиция выходила, когда били наших сотрудников туда. Почему власть не реагирует на вот это все? Вот у меня дед, да, герой Советского Союза, воевал, всю войну прошел, тоже танкист. Вот. Когда этот беспредел? Или точно власть хочет гражданской войны какой-то, чтобы была против этой оппозиции, против этих навальнят, против этих волковых, чтобы их заставали и душили? Значит, отвечаю на наш вопрос. Значит, первое. И это, во-первых, давайте называть их не оппозициями, а никакая оппозиция. Я еще раз говорю, оппозиция это те люди, которые критиковуют власть, но при этом предлагают что-то альтернативное с точки зрения улучшения благосостояния людей, укрепления внутренней внешней безопасности. Это есть оппозиция. А это не оппозиция. Они хотят разрушить страну. Ну, какая же она оппозиция-то? Извините меня за откровение. Это власовцы. Вот по все большее чаще используется это слово. Это власовцы, власовцы, власовцы. Тот же Навальный, тем более. Вы знаете, недавно оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, да? Ну, какая это оппозиция к чертовой матери? Это власовцы. Предатели-негодяи. Власовцы. Теперь то, что вы говорите по поводу того, что вы говорите. Я считаю, что... Когда мне говорят, да, ну, ничего, все под контролем. Если что, вот у нас силовые структуры. Я не понимаю, а почему? Сейчас нельзя политическую волю применить в силу закона. Я же вот вам сейчас ничего показал, что он кого-то критикует. Нет. Я вам показал два только маленьких эпизода. Каждый раз буду показывать все больше и больше. Где люди открыто призывают к уничтожению государства. Насильственное свержение существует законодательной власти. Вопрос. Это что, не нарушение закона? Это не преступление после государства? Ну, конечно, да. Почему сейчас нельзя это применить? Вы правильно говорите. А потом такие, как вы, ваши подчиненные, должны что, исправлять эти ошибки, что ли? Зачем? Нет, не надо. Если человек призвал к подобным вещам, его надо привлечь к ответственности. Я за критику. Бог знает, что пусть там что-то хоть и хоть. Но призывать дестабилизацию ситуации в стране, действуя на умы молодежи, которые зачастую многого, многого не знают. Вот я вам вкратце сказал последствия распада СССР. Но ведь никто у нас не преподает ни в школах. Да, если преподают, в общем и в целом, я боюсь, что это идет речь. Они искренне полагают, выйдем на площадь, как говорит Соловей. Ну, погибнет так приблизительно, ну, примерно столько же людей, как погибло на Майдане. Ну, ничего страшного, чуть больше. Какая форма безответственности? А безответственность ли это? Или это преднамерные действия? Ведь эти деньги, о которых говорил и Патрушев, и вот я вам там привел цифру, они же куда-то идут. Я уж не говорю абсурдности ситуации, когда эхо Москвы с радиостанцией, с которой раздаются призывы подобного рода, вы видели, и это еще не все, нет, там были еще похлеще. Подождите. Значит, на полном серьезе финансируется «Газпром-медиа». Объясните мне, что это такое. Ну, я понимаю, были времена, как мы их называем, жирные времена, нулевые годы, там, десятки, да? Ну, можно было, наверное, так, поиграть в псевдодемократии, это не демократия, да? Но сейчас-то времена другие. Мы видим, что происходит в странах, которые всегда отличались стабильностью. Почему мы не делаем из этого выводы? Может, пора делать из этого выводы? И что-то, значит, в этом предпринимать? Я тут с вами абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Мы не можем допустить дестабилизации ситуации. Ситуация дестабилизации на вот раз. Те же Соединенные Штаты показали. Вот, вот, вот в одном городе началось, перекинулось на 20-30-е города, и пошло, понеслось, и дальше, чем больше возникает всяких проблем. Кто-то уже не подчиняет центральной власти, кто-то мечтает о военном перевороте, на самом высоком уровне. И Бог, Бог знает что. Вот этого нельзя допустить. Критика, она допустима, она правильна. Но она не заканчивается призывом к уничтожению законной власти. Это страшное дело. Никогда еще, что-то выиграет кто-то. Да нет, никто не выиграет возможность за исключением отдельных деятелей, которые в этом участвуют. Поэтому ваш вопрос вполне законен. Может, пора применить власть? Может, хватит? Хватит, значит, смотреть на это сквозь пальцы и думать, что так оно должно быть. Так не должно быть. Ответственность должна быть всех. Как отдельных личностей, так и политических партий и движений. Вот сейчас у нас 1 июля, раньше по известному графику, начинается опрос по поводу новой конституции. Но, извините меня, есть политические партии и движения, которые говорят, не надо в этом участвовать. Не надо, нет. Мы там проведем свой какой-то опрос. И вообще начинается... Слушайте, уважаемый, дайте людям прийти на эти избирательные участки или как там по электронному голосованию и высказать свое мнение. Можно людям высказать свое мнение? Они за или против это? Что вы на них давите? Зачем это надо? Уже ли не понятно, что это такое? Что это есть не что иное, как саботаж? Саботаж, вы понимаете? И что тоже любой саботаж, он ведет к дестабилизации ситуации. Он ведет к тому, что, возможно, дестабилизирована будет ситуация с тяжелейшими для последствий для страны. Уже вырабатываются схемы, как это будет делаться, сколько людей надо собрать где. Значит, как это будет... Я не хочу фамилии назвать уже, бог с ним. Значит, как это будет действовать с точки зрения... Вот уже рухнула власть. Вот они уже мечтают, особенно Валерий с вами любит мечтать. Вот вас уже рухнуло. И как это чиновники на местах будут воспринимать? Как это делать? Как поделить? Слушайте, вы что такое? Это бог знает что. Мы на полном серьезе считаем, что... Что, это не влияет на людей? На молодежь не влияет? Да вы посмотрите, кто у нас преподает в вузах. Прости, Господи, тот же Валерий Сарайев ГИМО преподавал. Да один ли он? Каких он там дипломатов готовил? Господи, я уж не знаю. Кто у нас преподает в высшей школе экономики? Ну, много можно называть. Да и в школе тот же Быков, сторонник Власова и Гитлера. Который пытается осмыслить, как бы было, если бы было вот это. Слушайте, было так, как было. Это все детям вбивается в голову на полном серьезе. Им говорят совсем другие вещи. Старшее поколение имеет больше свой иммунитет. Но они не имеют. А именно их и рассматривают в качестве ударной силы, своеобразных университетов, которые можно будет вывести на площадь. И чтобы, используя их, затем совершить нечто, которое придет к так называемой революции. Это нормально? Почему же мы смотрим на это спокойно? Да? Да, пожалуйста. Говорите. Алло. Алло, Северна Криво. Да, да, говорите, говорите. Я. Да, добрый вечер. Вас в Тюмени беспокоят. Да, да, да. Спасибо. Да, очень рад вас видеть. Очень рад вас всегда слышать. Огромное вам спасибо. У меня какой вопрос к вам. Вот посмотрите. У нас же президент, во-первых, я патриот своей страны. Да, большинство спортсменов, они патриоты своей страны. И все возмущаются тем, что президент, как он на это все смотрит, когда нашу страну унижают всячески, типа Навального, всяких его приспечников. И ничего не делается. Уже нормальные люди действительно могут восстать, этих всех гнид к ногтю прижать. Сколько можно терпеть их? Сколько можно терпеть? Потому что я не могу. Спасибо. У меня все мое поколение, все орденоносы, бабушки, дедушки, все воевали. У меня бабушка дошла до Берлина, еще воевала с японцами. Вот представляете, мое отношение к этим гнидам, какое должно быть. Я служил. Я служил в полку показательный гвардейский, краснознаменный, орденок Кутузова, Александр Гневского, истребительный полк юниверского комсомола в Кубинке. Вот представляете, как я должен реагировать на этих гнид Навальных и всех его приспечников? Почему президент ничего не делает? Ну, нормальный же народ поднимется и бошки начнет. Спасибо большое, что выслушали. Я понял. Спасибо. Спасибо. Я думаю, вопрос времени, когда наше высшее руководство обратит на это внимание. Вы знаете, госпожа Латынина, Света Эхо Москвы. Следственный комитет занялся ей. Да, в контексте распространения фейков по поводу коронавируса. Ну, лиха беда начала. Я думаю, вот нашу передачу в том числе смотрят представители Следственного комитета, Генеральной прокуратуры. Возможно, они не слышали этого выступления Навального, Соловья и так далее. Мы каждый раз будем показывать эти выступления, внимательно следить за этим делом. Может быть, пора и этих деятелей, как говорится, пригласить Следственный комитет или Генеральную прокуратуру, да? А соответствующие радиостанции или схожие структурам сделать соответствующие выводы тем структурам, которые отвечают за правильное, что называется, использование информационного поля. Поэтому мы решили об этом говорить. Я абсолютно уверен, что такие люди, как вы, которые звонили до вас, они, в общем-то, они обеспокоены. Они хотят в стабильной стране жить. Извините меня за откровенность. Конечно, коронавирус нанес серьезный ущерб к экономике нашей страны, как и собственной экономике на других государствах. Да, нам надо будет восстанавливаться. Кто же говорит, да нет. Да, у нас будет больше безработицы. Кто же говорит, нет. Ну, скажите, как это все можно восстановить, если будет нестабильность? Вы можете мне объяснить? Если все рухнет, как это можно будет восстановить? Кто-то может это объяснить? Как это сделать? Нет, никто не может. Поэтому, конечно, наше обращение, я, кстати, обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации. Вот сейчас вам два конкретных фрагмента выступления двух людей. Вы обратили на это? Один и второй призывают к насильству и свержению законной конституционной власти. Почему по отношению к ним? Не принимается никаких мер. Вопрос законный ваш. Совершенно правильный. Потому что надо жить в нормальной стране, пользуясь теми законами, которые есть, влиять на власть. Будут выборы. Вот сейчас, в сентябре, будут выборы на дательные собрания ряда регионов. На следующий год выборы в Государственную Думу. И нам надо смотреть. Ведь они даже не скрывают свои стратегии. До коронавируса они рассчитывали на то, что раскачают ситуацию к сентябрю 2021 года. То есть на следующий год это выборы в Государственную Думу. И прямо говорили зачастую, что до 2024 года, а в 2024 году, это как известно, будут выборы президента Российской Федерации, власть надо будет расшатать окончательно. Сейчас, когда коронавирус внес, конечно, существенные изменения, в том числе и в социальные проблемы увеличивающие, они сейчас форсируют. Они уже горят на полном серьезе. Значит, вот опрос по поводу внесения изменений в Конституцию. Почему бы и это не использовать? И вот я еще раз говорю, удивительно, некоторые партии, которые говорят, что мы патриотические партии, мы думаем, они их подыгрывают. Только почему? Да потому что их предложения не вошли вот в этот опрос. Слушайте, ну вообще-то было большое обсуждение, насколько я знаю, как и все знают. Там были представители различных партий, движений, бог знает, общественных организаций. Но если не вошло, значит, не вошло. И что, из-за этого надо занять такую позицию? Давайте альтернативное голосование, и бог знает что, согласитесь, это, ну, что-то такое, из ряда вон выходящее. Это уже подыгрывание, значит, подыгрывание этого процесса. Да, давайте, давайте, давайте. Слушаю вас, задавайте вопрос. Да. Сергей Аркадьевич, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Здравия желаю. Здравия желаю. Сергей Аркадьевич, вот смотрите, вот господин Навальный, да, с этим бессмертным полком, с оскорблением ветеранов, как бы, тот ваш сюжет, который вот явно тянет на уголовный кодекс. Но это же чистый уголовный кодекс. Зачем какую-то тактику, стратегию там борьбы с ними вырабатывать? Чистый уголовный кодекс. Вам не кажется, что мы видим Навального, а вот над Навальным кого-то мы не видим еще? Вам не кажется это, что над Навальным здесь, здесь у нас в России, есть здесь кто-то, который как бы уводит, уводит элементарно от уголовного кодекса этого либеража? Вопрос закончил. Спасибо, спасибо, спасибо. Значит, я с вами абсолютно согласен. Конечно, как-то ему удается. Давайте, смотрите, два условных осуждения, такое бывает. Он выезжает спокойно за границу, в том числе Соединенные Штаты и бог на это кодекс. Я считаю, что должно быть тщательное расследование проведено. И я обращаюсь к тем, кто этим занимается. И выявление их его покровителей, прекращение этой деятельности. В свое время, кстати, были такие провокаторы в 17-м, как Азов и Гапон, да? Вы помните, там-то тоже говорили, а мы контролируем всю ситуацию. Поконтролировали? Во что это обошлось? Я уже вам говорил, не хочу повторяться. Страшную трагедию для нашей страны. Распад великого государства под названием Российской империи. В 91-м году такое было. Господи, что-то только не было. Хуже нет. Никто не забыл, как господин Коротич, о его написании всякие там, в его издании известном. Бог знает, что. А я сейчас тут как-то посмотрел журнал «Дилетант», главный редактор господин Венедиктов. Это главный редактор «Еха Москвы». Ну, я вам скажу, там тот номер, где рассматривался, значит, соглашение Молотова-Риббентроба. Ну, слушайте, ну, я вам скажу прямо и откровенно. Короче, бледнеет. Это все распространяется. Я с вами согласен. Когда эти деятели, целый ряд этих деятелей, главных редакторов, некоторых не знают, ходят в разные общественные советы, бог знает чего. Ну, кто же их туда включил, кто же рекомендовал. Да, не все просто, видать. Если видать люди, которые выступают за стабильность в стране, а те есть люди, которые играются. И игры им хочется, понимаете? Ну, хотят поиграть. Во что это обойдется? Ну, я не знаю. Я боюсь, что во многое. Я действительно показал, вы прямо возмущаетесь. Еще что-то надо, какая-то там стратегия, тактика. Вот, посмотрели, есть конкретный документ. Это же, да? Это же, это не просто мы с вами сели и придумали, что кто-то там, что-то кого-то финансирует и что-то там пытается что-то совершить. Да нет. Нет. Это не так. Этого достаточно было. Ну, представляете, кто-то бы из нас вдруг сказал. Вот, давайте нечто подобное. Ну, наверное, сразу обратили на него внимание. А почему на них не обращают внимание? Значит, что, в системе власти есть люди, которым это нравится, что ли? Я думаю, абсолютно уверен, что абсолютно большинство власти и, в первую очередь, в правоохранительных системе, спецслужбах есть, которым это не нравится. Поэтому наша забота поддержать эти методы, так ли, к людей, которым это не нравится и которые должны, выполняя свои служебные обязанности, навести порядок с подобными заявлениями, с подобными явлениями, с подобными призывами. Хватит ерундой заниматься, а то дойдем. За сто лет две революции? Немноговато? Да, да, пожалуйста.